Так, добрый вечер, с вами Эдгар Лейтон и Марсис Гассунс, и мне кажется, что Эдгар хочет прорецитировать вводное стихотворение. Ну да, но это уже как и положено, Мангала Ачаранам, шлоку Ганеши, которую я сочинил буквально, по-моему, вчера или позавчера, которая написана размером шардулов и крилитом, игра тигра. Так, ну и, наверное, для слушателей, Перевод Я его процитирую в русском переводе. В литературных памятниках должен выйти томик работ Казанзакиса, который, собственно, написал Зорбу Грека. Я книгу знаю, я книжку сам читал, а фильм не знаю. Я книгу читал и в русском переводе, и в английском переводе. Люблю Казанзакиса, и фильмы у него, экранизации отличные, и, собственно, книги интересные. Так вот, в той неопубликованной книге Казанзакиса, которая сейчас переводит на русский язык, есть такой как раз пассаж. Значит, я его зачитаю. Когда окончен уже трудовой день, и тень опускается на улочки индийского селения, на крыши домов и на грудь людям, старый заклинатель выходит из своей хижины, идет от дома к дому, обходит все селения и нежно убаюкивающе, словно творяя исцеляющие души заклинания, играет на волшебной в его устах свирели. Это так называемая мелодия тигра, врачующая раны дня. Да, очень красиво, конечно, но я не думаю, что это мелодия тигра, которую он играет на свирели. Да, она у меня была такая, тоже свирель из бамбука, но я одному своему ученику ее подарил, потому что она у меня как-то просто лежала и пылилась. А он, я знаю, он очень любит, и он ее использовал и играл. Но я не знаю, что имеется в виду под мелодией тигра. Это размер называется шаду лавикри ритам, который один из знакомых моих англоязычных перевел как тигерс гэмбл. То есть, по сути дела, игра, игривый прыжок тигра, ну вот игра тигра дословно называется. Это такой очень размер, один из излюбленных санскритскими поэтами. Может быть, он даже, ну это, конечно, чисто мое субъективное, мое восприятие, мое отношение. Это, может быть, мой любимый размер. Но это и любимый размер Бхарта и Харри. Треть стихов Бхарта и Харри написано этим размером. Да, у него есть один стишок, который я даже помню наизусть, такой довольно смешной. Он звучит так. Ну и если так вот спонтанно это перевести, здесь говорится о том, что, ну, кальватага, то есть лысый, да, плешилец, человек без волос на голове, будучи, нагреваем солнечными лучами, дивасейшарасся керэнэйги, сантапи тага мастакэ, нагреваем в своей голове, ванчандэйшаманатапам, желая прохладное место, желая достичь прохладного места, таласьямулангатага, да, пошел, ну, сел, поместил себя, так сказать, у пальмы, у корня, у корня пальмы, и там вдруг, значит, от падающего плода его голова раскололась с громким звуком. Воистину так, что куда идет человек, лишенный доброй судьбы, все несчастья следуют за ним во след. Примерно это так звучит. Ну, это о том, что судьба, она вот такая совершенно непредсказуемая, но еще бхаггерагита, да, это человек, лишенный, вот, ну, да, у доброй участи, да, бхаггер, лишенный бхага. Это же ваша любимая тема, тема судьбы. Ну, да, эта тема была, она, ну, не то чтобы она моя любимая, но она была моей темой в магистрской, в моей монографии, в магистрской работе. Если кто читает по-немецки, может ее легко найти, скачать и почитать, так сказать, с сайта Венского университета. Ну, да, да, она, значит, там речь шла о судьбе, о теме судьбы. Я ограничился после долгих размышлений и разговоров с коллегами и с научными руководителями только лишь Махабхаратой Эппесом, ну, и в конце концов я там ограничился всего лишь там одной главой, да, где Драупади рассуждает о судьбе. То есть я ее вот точно перевел, проанализировал и выдвинул ряд гипотез. Да, и где я показал, надеюсь, что я это показал, что, по крайней мере, там, по-моему, три, если не четыре, три уровня внутри текстовой интерпретации. С этого места, пожалуйста, поподробнее, насчет уровней. Да, но я как-то, честно говоря, я на это как-то не рассчитывал. Я понимаю, но не я же начал размер игры, вот так сказать, прыгающего тигра. У нас речь шла все-таки о так называемой «живой Индии», то есть о размерах игр. Да, мы сразу придем к миру «живой Индии». Да, ну, если вкратце, если вкратце, да, для тех, кто вот хочет потом сказать, захочет, что вот он знает, что это в моей работе написано, но не желает читать или не умеет читать по-немецки. Там идет о том, она у меня вот состоит из, можно сказать, из трех основных частей, где в первой части я общегерминевтическую проблематику разбираю, проблема герминевтики, которая, ну, задача которой, как можно так сказать, является понимание истолкование. Это очень фундаментальная проблема понимания. Вот когда мы говорим «судьба», что же мы все-таки имеем в виду? А герминевтика в каком изводе, в смысле, в чем, скажем так? В определении, в определении, в рефлексии над своим собственным языком, очень фундаментальным, потому что, когда мы говорим «судьба», мы говорим это, ну, неважно, в данном случае, вот, допустим, на русском языке, да, но проблема заключается в том, что когда мы говорим «судьба», у нас на санскрите возникает сразу, ну, примерно десяток слов, которые обозначают то, что мы на русском языке можем обозначить таким вот, ну, таким размытым, я даже бы не сказал термином, это называется мировоззренческая категория, да, мировоззренческая категория «судьба». Да, допустим, вот самое основное слово, я вообще исследую, в основном сосредоточился на понятии или на категории «судьбы», обозначенной в санскрите словом «даива». Вот, но эта категория, она или, здесь очень важно разделять, делать четкое разделение между понятием или концепцией и терминами, обозначающими ту или иную концепцию. Я, кстати, давно уже заметил, вот, ну, где-то что-то подсматривая в рунете, как люди пишут о том, что их волнует, ну, и, в частности, на индийские всякие темы, что люди не делают различия между, очень часто, между понятием и термином, да. Вот, может быть, понятие или концепция, вот есть концепция, скажем так, концепция судьбы, но её могут на санскрите обозначать несколько терминов, как, например, «дайва», «видги», «дишта», «ядхабгута», «бхагадхея», «карман», «калах», даже, как в других контекстах мы переводим «время» и так далее, да, целый ряд, целый ряд слов, которые обозначают, могут обозначать целиком, либо частично то, что мы называем категорией судьбы. Ну, вот у меня очень подробно об этом идёт речь, и после того, как мы подробно с этим разобрался, я анализирую все те, ну, благо, что возможности, да, обработки электронного текста, они достаточно, так сказать, они доступны, да, электронный текст мгабарата существует, и собрать, я собрал всё, все те места, их порядка двухсот пятидесяти, где-то так грубо, где встречается слово «дайва», именно в значении судьбы. И я их разобрал, разобрал формулы, так называемые, связанные. Итак, начало герметика, потом? Да, потом, потом я собрал материал, да, собрал материал, и на уровне формул, что такое формула, ну, по-моему, русскоязычный читатель может, читателя следует отослать к Гринцеру, Гринцер пишет о формулах, о формульных выражениях мгабарата, для тех, кто читает, надеюсь, на английском, ну, пусть читает соответствующие, и Брокингтона, прежде всего, Брокингтона. Ну, всё это изучение формул, оно вообще, у индологов оно повелось, и, в частности, у исследователей эпоса, главным из которых является Брокингтон, да, из исследований, насколько я помню, античного эпоса, да. Ну, там я уже так вот подробно авторов не помню, но это всё можно... Ну, а Гринцер как раз античник, поэтому ему, собственно, оно и... Да, ну, вот я после разговоров, после личных разговоров с Брокингтоном, ну, и чтение его статей, и чтение его Библии, так сказать, всякого эпоса, да, это Сансквит Эпикс, я этим занялся. Вот, ну, и, наконец, так сказать, микроскоп всё увеличивает своё, как это сказать, да, разрешение, да, и я сосредоточился на одной конкретной проповеди Драупади в третьем Парване, вот главу, глава, то ли, по-моему, 33, я, честно говоря, подзабыл, мне самому надо смотреть, где-то у меня... Вот, где я анализирую уже упоминание Дайва, да, судьбы как Дайвы в контексте теологических рассуждений, да, да, вот где Драупади об этом рассуждает, ну, и в результате там получается так, что даются некий популярный набор верований, да, связанных вот с судьбой, и, во-вторых, даётся, опять же, второй слой их истолкования, внутритекстовое истолкование. Драупади говорит, что вот другие считают, что вот это на самом деле, что Дайва это на самом деле то-то и то-то. И потом она в конце говорит, ну, я так очень сильно упрощаю, что, а вот я говорю, что на самом деле это не что иное, как карман, который, то есть, как кармапала, как плоды деяний из прошлых жизней, которыми Господь... Там речь шла, по-моему, всё-таки о двух богах, Дхатар или Дхатар, да, Господь, как можно сказать, творец и наделитель, да, они вот наделяют каждую душу при новом воплощении. Вот, то есть, там идёт такой вот целый ряд последовательных ступеней интерпретации. То есть, уровень герминевтики, уровень теологии... Уровень герминевтики, он для прояснения собственного нашего... Предмета. ...наши собственного языка, который мы используем. По моему опыту, ну, вот всё то, что я видел, то, что до меня было написано на тему судьбы в Индии, на этом уровне было абсолютно не отрефлексировано. То есть, всё кидалось в одну кучу, что вот есть такие-то слова просто, которые описывают вот судьбу. Там слово «даева», слово «дышта», слово «видги». Ну, в общем, люди привыкли беседовать, не договорившись о том, что они вкладывают в эти понятия. Да, 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 ну да, если речь идёт о беседе, такой спонтанной беседе, да, вот я сейчас, я, к сожалению, на эту тему сейчас как-то специально не готовился, поэтому я только выдаю то, что я помню. А это было уже довольно давно, вот, я свою работу давно не перечитывал, но я со временем хотел бы её, может быть, вот изложить по-русски и всё-таки как-то попытаться издать в виде книжицы. Ну, тогда, конечно, от многих вещей придётся отказаться, я не знаю, там ссылок на словари какие-то, совершенно несущественные детали, вот, и, может быть, чем-то дополнить ещё, да. Вот. Я всего лишь хочу понять, какие три уровня, то есть я готов... Нет, 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 это не принципиально, они, это не то, что какие-то принципиальные уровни, это уровни истолкования внутри самого текста. Да, да, так вот они в чём заключаются? Это в смысле какая-то сюжетная, сюжетные, какие уровни? Нет, нет, они, нет, они не сюжетные, они, они, это уровни, ну, я бы сказал, теологического истолкования. Ага, уровни теологического истолкования. Всё, я готов двинуться дальше в мир живой Индии, я всего лишь хотел услышать, какие уровни. Да, да, да. То есть это герминевтика, но в данном случае это герминевтика самого автора, в данном случае Драупали, да? Герминевтика Драупали. Да, 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 да. Да, да. И из этого, в общем-то, можно так вот спонтанно, да, потому что я это достаточно подобно расписываю, если кто захочет посмотреть, пусть посмотрит, но речь идёт о том, что сама вот эта тема судьбы, она не будет дана, во-первых, её можно исследовать на разных уровнях, да, её можно исследовать как формулы, как популярные формулы. Допустим, дайва самурга чей-то, кто-то некий человек, чей ум был за, как сказать, самурга, чей ум был затемнён или запутан судьбой, да, вот он совершает какую-то глупость, да, это очень часто, ну, довольно часто встречаемая формула, да. Или, допустим, дайвейнавидина, да, вот это можно по-разному перевести, либо дайвейнавидина, ну, в данном случае дайва здесь является не существительным, а прилагательным, то есть либо божественным, либо судьбоносным водительством, да, указанием, дословно, виднее, да, указанием, да. Но одно из таких, один из важных выводов, к которому я пришёл, дайва – это, несмотря на то, что традиционные, ну, эти мологи и комментаторы какие-то, они объясняют, что вот дайва – это нечто, что дайва, что дэвейбьяхасамагатам, то есть, что было неспослано богами, ну, на самом деле это почти всегда это безличная сила, да, это абсолютно безличная сила, да. И чем, в общем, можно сказать, что это и близко к нашему, ну, что значит к нашему, да, к понятию. Есть такая книжка, древнегреческая мифологема судьбы, по-моему, Горан или Горан, я не знаю, как он произносится, где-то она у меня тоже есть, да, но там она была определена как мифологема. Так вот, в Махабхарите судьба, она не всегда мифологема, да, судьба встречается на уровне речевых формул, а не просто вот формулы, и о них дальше не рефлексируется. Это очень интересный уровень, который можно исследовать, да, и который я, в общем, исследовал, я посмотрел, в каких падежах санскрита, в каком непосредственно шлоках, да, что это обозначает. Я их там отклассифицировал, эти формулы, разным образом, да, там они вот так, из таких-то, из таких-то компонентов они состоят, распределены так-то, так-то. Вот, а вот следующий уровень, это, уровень моего рассмотрения в данном случае, да, это на, уже сосредоточившись вот в контексте, допустим, вот какой-то одной главы, одной антиай, да, и это уже очень сложно, да, и это вот там, где, допустим, категория дайва, она подвергается в рамках одного, одной конкретной главы, многочисленным переосмыслением, которое налагается одно на другое. Вот я это, я это точно проанализировал, ну, и я, так сказать, провел критический текстовый анализ и выдвинул гипотезу, как это, то есть из каких, скажем, изначально двух частей, там с добавлением некой центральной части, вот редакторская обработка, ну, такие вещи, может быть, могут быть интересны тем, которые занимаются и имеют вкус именно к текстологии в таком более техническом смысле, да, но это вот со мной даже вот мои руководители научные, которые сами люди очень-очень великие текстологи, как, например, профессор Прайзентранс наш, согласились, да, то есть я так вот самостоятельно это как-то выдвинул такие несколько гипотез, и мне кажется, это все так очень интересно, это открыло перспективы на то, как такие подобные категории, мировоззренческие категории, я это вычитал в монографии моего коллеги, петербургского коллеги, профессора Владимира Емельянова, шумеролога, да, вот, и сам стал пользоваться, так сказать, мне кажется, в немецкой, в немецкоязычной научной литературе не было, мне не встречалось, по крайней мере, такого вот понятия, как мировоззренческие категории, да, то есть это не философемы, это не теологемы, это не мифологемы, да, это такие более, более широкие, более широкие категории, да, это не просто картина, это категории, которые составляют картины мира, можно сказать, дофилософские, да, они, хотя даева, опять же, есть определенные, я нашел в Чаракасамите, да, это такой вот фундаментальный текст аюрведы, аюрведической традиции, где даева излагается, именно дается как философема, то есть дается ее довольно точная дефиниция, ну, которую я сейчас, разумеется, не помню, но вот она, она есть, да, то есть опять же связано с кармой, да, то, что люди называют даева, это на самом деле, это вот карма пала, это плоды деяний, которые вот передаются из одного существования в другое, да, ну вот, это вот, но само это, как бы сказать, вот если возвратиться к теме живой Индии, то есть я думаю, что вот живая Индия, то, что можно так условно назвать, и то, что вот мы очень часто говорим, что ну вот нам, академическим индологам там никогда и ни за что не сравниться с, допустим, с пандитами, ну, в какой-то, в каком-то смысле это где-то это так, почему? Потому что, ну, вот тот человек, который пошел, вот, индиец, да, выросший в традиционной среде, и вот он решил пойти по стезе совершенно немодного, мне кажется, даже уже в современной Индии традиционного образования, вот пандита или шастрин, или их по-разному очень называют этих ученых мужей, именно с детства, да, знатоки санскрита, часто забывают про пракриты, но на самом деле и пракритов тоже, в некоторых случаях, да, пандит это также знаток пракритов, да, не забудем, что так называемая кавья санскритская, а именно драмы, они, это смешанный жанр, санскритские драмы, они полны фрагментов на пракритах, да, на драматических пракритах шаурасени и махарашты, да, прежде всего, ну, вот, и что вот такие вот люди, да, они, конечно, знают многое того, многое из того, что, ну, вот, что им там рассказывается в детстве, или даже просто воспринимая, ну, не знаю, какие-нибудь вот звуки, какие-нибудь там колокольчики, храмовые колокольчики, запахи агарбатые, запахи вот этих вот курительных палочек, вот-вот все это, рассказы, там, родители рассказывают, какие-нибудь вот мифологии, ну, то, что мы называем мифами, да, истории, скажем так, истории, там, о богах и так далее. Эти все вещи, ну, которые мне в свое время приходилось, ну, то есть, и приходится, да, там, читать где-то, допустим, я в последние годы все больше стараюсь читать, там, Пураны, да, Пураны, опять же, такой вот источник, который лишь с недавнего с недавних пор он стал пользоваться интересом именно западных академических эндологов, так как-то Пураны считались, ну, санскритские Пураны, но чем-то не очень серьезным, да, потому что это какие-то огромные непонятные истории, такие очень распространенные, с какими-то фантастическими элементами написанные или сочиненные, может быть, ну, с точки зрения пуристов не на самом лучшем санскрите. И недостаточно давно. Ну, ну, как сказать, все-таки, ну, нет, есть какие-то, они продолжают, я думаю, что они продолжают даже санскритские сочиняться до сих пор. Я сам там ради шутки какие-то начал подражания писать. С локами это же очень просто писать какие-нибудь истории, ну, и выдавать их за нечто такое древнее, да. Нет, ну, на самом деле, ну, что значит недостаточно? Ну, то есть люди же верят в существование Мурка Пураны, значит, это возможно? Да, это такая вот милая шутка. Но на самом деле Пураны это все-таки где-то первое тысячелетие. Ну, по, разумеется, с точки зрения, ну, будем так говорить, западной академической науки, да, там плюс-минус, ну, в течение первого тысячелетия они там сочинялись. Ну, разумеется, там для индийцев это вот, они мыслят все-таки традиционно. То есть что значит мыслят? Они представляют себе иные категории. Они же там, в Куранах речь идет там о каких-то югах, там, крытая юга, два пара юга, то есть о совершенно астрономически невероятно удаленных от нас эпохах, которые, ну, с точки зрения нашей картинной мира, они просто не могли бы существовать, поскольку, ну, вот как наша Земля, вот она существует, так, если грубо говоря, несколько, 5 миллиардов лет, да, а там этих миллиардов гораздо больше. То есть, в общем, выходит за рамки нашей самой не с тем не сдерживаемой фантазии, то есть как бы и не... Да, но с другой стороны, я вот, чтобы меня опять слушатели не приняли за вот такого насмешника, такого академического, я вот чем дальше, тем больше я очень начинаю к этим историям относиться с пиететом, ну, потому что невозможно изучать, я имею в виду, ну, то, как-то погружаться в индийскую культуру, ну, вот просто не зная этого великого множества историй, намеков, потому что, вот, допустим, я с учениками читаю Калидасу с комментариями, вот, и там вроде бы вот вторая, допустим, сарга написана, да, или Адьяян, да, Калидаса называется, вторая глава, она написана такими, ну, шлоками, за исключением самого последнего, самые последние страфы, да, то есть, то есть, ануштубхам, да, то есть, вот обычным тесте двухсложником, то есть, такие вроде бы, ну, простенькие шлоки, но насколько там всего упаковано много, насколько там вот этой мифологии все упаковано, они, они, эти страфы, они прекрасны, да, и они очень, они забилуют буквально в каждом слове, там, отсылка вот к каким-то вот мифологическим повествованиям, которые можно, истоки которых можно проследить в брахманах, то есть, ну, в настоящей, так сказать, вот ведийской литературе, в средневедийской, будем говорить так, литературе, или в пуранах, вот, и еще туда добавляет свою, конечно, Малинадха свои, свой цимис, потому что он какие-то еще истории в своем комментарии рассказывает, это то, что, да, вот если все-таки, да, все-таки возвращаясь, да, к преподаванию санскрита, чтобы мы так вот не совсем куда-то убежали в сторону, я все немножко хочу со своей персоной так, на санскрит перевести, стрелки, в свое время, вот, когда мы читали, ну, для начинающих, наверное, это было, я не понял, так, это был четвертый, пятый, наверное, семестр изучения санскрита, вот мы как раз читали Калидасу, это, это, по-моему, то ли пятая, то ли шестая глава, вот я что-то забываю, вот, ну, во всяком случае, вот там, где речь идет о том, что Парвати, вот она всеми силами пытается соблазнить Шиву, да, ну, согласно замыслу богов, да, чтобы у них родился великий воин, предводитель, военачальник, который бы уничтожил, так сказать, врага всех богов, негодяя демона Тараку, который всех притеснял, богов прежде всего, ну, разумеется, и людей. Да, ну, и мы читали, я помню, что читали мы, конечно, вот я, когда я там, какой там был, наверное, пятый семестр, конечно, этой красоты Калидаса и этих аллюзий, ну, как мы, дай бог бы, чтобы мы понимали вообще, как там эти слова, слова формы с дружкой связаны, я только вот сейчас, где-то в последние годы, вот, когда, ну, я преподаю, допустим, у меня какие-то ученики есть, с которыми я это читаю уже, такого продвинутого уровня люди, где мы уже читаем уже все с комментариями, и там же есть комментарий Малинатки, он вроде бы, он с одной стороны, он нельзя сказать, что он какой-то очень сложный, но с другой стороны, он писался, ну, скорее всего, как мне коллега недавно сказал, знаток Аллакара Шастры и комментариев, именно для преподавателей, да, для тех, которые вот молодым там студентам все эти нюансы должны объяснять, и там, ну, большое количество, довольно большое количество, допустим, в комментарии на Кумара Самбхова еще терпимое количество, а какой-нибудь там к другим произведениям там, все это состоит из каких-то отсылок к Панине, к грамматическим сутрам или к грамматическим комментариям, потом каким-то кошам, да, целый ряд, то есть, лексикографических трудов. И вот это вот мы в начале, скажем, в первые годы нашего изучения санскрита в университете нам это никто не объяснял, и я потом помню, как в самом конце 90-х годов, когда у нас, так сказать, власть в Вене у нас поменялась, и вот профессор Оберхаммер вышел на пенсию, а его место, на его место пришла из Германии Фрау Прайзентанс, Карин Прайзентанс. Вот и тогда, в 99-м, я начал было участвовать в чтении, я не помню, что же это было, это, нет, это была не Свапна Васова дата, или это что-то, какая-то история рама, это было, да, и это было чтение вот поэтических стров с комментариями, и это была вот первая моя такая встреча с комментаторской традицией, но я помню, что я просто вот повис, завис в воздухе, и абсолютно, то есть я, ну сколько-то, я не знаю, может быть, раза четыре я походил на эти занятия, но потом понял, что мне еще рано, у меня тогда много было еще других дел всяких, что я как-то вот это не... я не понимаю, где я и что я, и все, у меня тогда вот на этом дело прервалось, а потом я писал свою первую магистрскую работу, которая была аж о кашмирском шиваизме, но писал я его в институте религиоведения, регион Свесеншафт, который формально принадлежал, ну и, по-моему, он до сих пор принадлежит факультетом католической теологии, вот, и, ну как бы, да, предполагалось, что санскрит я в какой-то степени знал, но я, конечно, сейчас вспоминаю, ну вот тогда в 90-е годы, ну, конечно, я его не знал, да, то есть я брал, допустим, ну, оригинальные там тексты, тексты об Миногубте, ну, с переводами, вот их сравнивал, ну, то, чем, на самом деле, очень любят, наверное, заниматься, там, наши знатоки, ну, наши, в смысле, вот, активные всякие люди в сети, которые делают там свои переводы, ну, конечно, в основном эти переводы делаются с помощью имеющихся английских переводов или пересказов, и я, в общем, через все это прошел, поэтому я очень хорошо это знаю, как это психологически работает, ну, тогда у меня был кашмирскому шиваизму очень ключевое слово «живаэнди», да, кашмирскому шиваизму такое очень-очень живое отношение моей научной руководительницей, была профессор Беттина Боймер, с которой я познакомился в Институте религиоведения в Вене аж в 96-м году, да, на ее занятиях как раз по Абиногубте, ну, он, поскольку это занятие было тогда вообще в Институте религиоведения, то есть знание санскрита там вообще не предусматривалось, у Петтины Боймер есть, сейчас не вижу, где она, где-то она у меня стоит, это книжечка, антология ее переводов на немецкий язык разных произведений Абиногубте, ну, там отовсюду надерганы какие-то, ну, надерганы не в уничижительном смысле, а выбраны, да, какие-то отрывки. Интересно, я, конечно, не видел, хотя бы обложку посмотреть бы, что там содержание, ну, не сейчас. Да, и не сейчас, наверное, потому что если бы я вот сейчас ее увидел, видимо, она у меня где-то на штабовой полке стоит, то есть вот на заднем ряду стоит, да, на полке. Да, и вот, ну, и у нас, у меня с Петиной Боймера возникла, ну, какой-то вот связь, как, ну, можно условно так говорить, как ученик и учитель, да, как сразу, да, протеобеджня, вот некая протеобеджня, да, такое узнавание, да, узнавание того, что всегда было, и то, к чему, в общем-то, душа стремится, ну, и мы стали общаться, вот пока она была в Вене, и параллельно я познакомился еще до того, к нам в Вену приезжал в качестве вначале вольнослушателя, ее ученик, он, наверное, многим из уже русскоязычных индологов, ну, индологов, я имею в виду индологов, любителей или, может быть, профессионалов, те, которые занимались санскритом, вот он Садананда Дас, он известен как уже 18 или, может быть, даже 19 лет, он преподает ежегодно школу, Summer School of Spoken Sanskrit, летнюю школу разговорного санскрита, он очень много лет ее в университете Гейдельберг, в Гейдельбергском университете вел, в последние три года, вот как в этом году было, честно говоря, не знаю, возможно, что и не было, либо это было удаленно, но до, вот, скажем, год назад, три, три раза, по-моему, он вел в Лейпциге, и даже вот три, два или три года назад я первую неделю его даже там замещал, потому что он внезапно заболел, и он еще, он в Украине был пару раз, преподавал, по-моему, в Харькове, был также в Италии где-то, и в Австралии, по-моему, пару раз, то есть вот... Харьков, центр. Ну, да, да, во всяком случае, вот я знаю, что его довольно многие из, как сказать, индо, ну, скажем так, индоманов, да, это могут быть какие-то более профессиональные люди, или просто любители, или просто восторженные почитатели санскрита, да, ну, во всяком случае, Садананду довольно многие хотя бы по имени знают, это кто-то и лично знает. Ну, вот мы с ним знакомы с 96-го года, и он был тогда ассистентом, то есть формально он был ассистентом, вот, Петин и Боймер, и встретились мы с ним, познакомились на экспериментальном курсе Хлодвига Вербы, который назывался «Санскрита Вьявахара». Да, несколько слов было сказано, что этот эксперимент был весьма сомнительный, но тем не менее он зародил мысль, что это вообще возможно. Да, это, да, но это был самый первый эксперимент, вот он был в 90... Я вот сейчас немножко подзабыл, 96-й или 97-й год. По-моему, 96-й, да. Потому что он заключался в том, ну, я не знаю, почему Хлодвиг так решил вдруг сделать этот эксперимент, провести этот эксперимент. возможно, это его было целиком и полностью решение, но он это себе представлял так, что вот мы, то есть то, что мы изучали там в начальном курсе санскрита, ну, мы это будем практически применять. То есть он там нам говорил, ну, вот очень много переводили на санскрит, причем каких-то невероятно сложных, запутанных предложений немецких, с множеством придаточных, с огромными, значит, числами, вот. И там, допустим, какой-то, а вот скажи там, вот такой-то, такой-то аорист от такого-то вот глагола, который мы, ну, в жизни нигде, ни в одной парадигме, ни в каком тексте не видели, но мы вот как-то ожидали, что мы это должны каким-то образом выдать. Вот. И тут вот явился вот на этот первый курс этой санскритской вьявахары Саданандадас, который, в принципе, ну, он является, у него традиционное образование, ну, шастри, насколько я помню, бакалавр, то есть вот он санскритский колледж заканчивал, ну, а санскритом он в школе там с детства он обучался, то есть вот он, ну, это очень так прилично, совершенно свободно на санскрите разговаривал, вот. И он попытался как-то вот немножко вот показать, что да, вот, ну, как-то это надо было, может быть, по-другому этот курс вести, но я помню, что тогда, тогда он, Хлодвиг Верба за ним, за его идеей не последовал, Садананд, он просто несколько тогда занятий присутствовал, но чем вот этот курс запомнился, Садананда впервые, я впервые, нет, услышал я не впервые рецитацию, но он тогда нам прорецитировал всю вторую главу Бхагавадгиты на занятия, и она была записана на кассету, вот, и после этого я твёрдо решил, что я должен выучить эту наизусть вторую главу, Бхагавадгиты, и вот её уметь и цитировать, ну, что я на самом деле там через сколько-то лет я исполнил, потому что вот я стал её учить, ещё, в общем, практически очень мало, мало чего там со слуха понимая, чисто, как бы сказать, звукоряд, вдалбливая в голову, ну, это именно то, чем занимаются маленькие детишки в Индии, каких-нибудь вот патхашалах, или в ведейских школах, или вот традиционных санскритских школах, ну, вот, это было вот знакомство с этой вот, с рецитацией традиционной, она была не самым первым, самым первым был, как я уже рассказывал, в начале 96-го года приезжал Камешванат Мишин, настоящий пандит, и он был тогда деканом Института высших тибетских исследований, которые потом аффилировали с санскритским университетом Санпурнананде, вот, и от него вот я впервые услышал, там было матри чей-то, балдха стотра санграха, какую-то вот мы там стотру читали на санскрите Будды, Будде, прославление Будды, и Будда-чари там, да, мы читали, вот, но это было, это было вообще для меня впервые в жизни, и вот второй раз в жизни, это было слушать рецитацию вот всей главы, там 70 с чем-то шлок Бхагавадгиты, и на следующий, и к тому времени, вот, мы уже стали общаться с Петиной Боймер, и в 98-м году, в феврале, в марте, Петина Боймер меня пригласила в Индию для того, чтобы именно, так сказать, из чисто книжных занятий Индии, чтобы попасть вот в эту необычайную атмосферу, да, и более того, она до меня, и весь полет, то есть, она самолет для меня оплатила, и в общем, там какие-то были экскурсии тоже, и поездки, и там поездки на поездах, то есть, практически она там для меня все оплатила, ну, то есть, что-то вот там, какие-то сувениры там, я за свои копейки покупал, ну, вот так она мне все это обеспечила, это вот мою первую встречу с живой Индией, да, и вот мы прилетели в Дели, а потом практически, не знаю, мне кажется, там через три дня поехали в Варанаси, где у нее был институт, но он сейчас, по-моему, до сих пор он существует, это Асигат, это Институт по изучению индийского искусства, это Элис Боуна Фаундейшн называется, вот это вот такая, ну, я насколько знаю, это вот в Швейцарии их центр расположен, ну, она тогда, Петтина Боймер, тогда была директором, и вот там я жил у нее несколько дней, вот мы с Саданандой там жили, а потом мы потом, потом мы поехали, да, потом мы в Бенаросе, тогда были всего несколько дней, тогда впервые же я попал в Сарнах, тогда мы поехали в Ориссу, в Бубанейшвар, и там я тоже немножечко так успел поездить, и потом через всю, можно сказать, Индию, с востока на юг, в Тамилнаду, и Петтина Боймер тогда была в течение года, она была в 98-м году замещала профессора в Берне, в общем, она была как бы заместитель исполняющей обязанности, ну, будем так говорить, по-русски завкафедрой, да, института религиоведения, кафедры или института религиоведения в Берне, и у нее была, туда вот, прибыли в Южную Индию, ее студенты тогдашние, это была запланированная от университета экскурсия, и там была намечена такая очень обширная программа, которая, да, в которой вот я имел удовольствие значительную часть этой вот программы, тоже в ней принимал участие, но у меня была, налагалась и тоже моя собственная приватная программа, например, я от всех, ну, не то чтобы убежал, отделился и поехал в Ферваннамаваи или Аруначила, так сказать, по следам, ну, во-первых, Рамана Махарша, во-вторых, прежде всего, с вами Абишик Тананды, Ангеле Су, это был один из, так сказать, для меня мотиваторов этот момент, приехать в Индию, поскольку Петтина Боймер, она была, ну, очень близким другом в юности, да, ученицей, да, для нее С вами Джи, С вами Абишик Тананда был учителем, для тех, кто, может быть, не знает, я не знаю, насколько, вот, среди русскоязычной публики это имя известно, это С вами Абишик Тананда, это такое санскритское имя, на самом деле, этого человека звали, Ангеле Су, и он был бендиктинским монахом из северо-французского аббатства, если, по-моему, с тех, ну, вот, с тех довольно давних пор уже что-то появились какие-то и переводы, и вот коллега Максим Демченко очень хорошо им очень подробно занимался, и, по-моему, его труды, и Максим переводил, и какие-то, в общем, есть переводы его трудов, он считается таким, ну, одним из, что называется, пионеров, одним из первых первопроходцев индуистско-христианского диалога, он вообще самым таким, самым первопроходцем, но я не говорю там о иезуитах, как, например, о Роберто де Нобеле, уже в наше время, да, в 20 веке, был такой аббат Жюль Моншанен, и вот, к которому, собственно, из Франции и приехал Ангеле Су, вот, и я в свое время еще задолго до моих академических занятий Индии, я об этом человеке, я о нем читал книжки и знал, или даже я изначально, правильно, изначально самую первую книжку я где-то еще в году, в 90-м прочитал про Бит Гриффитс, такой вот бендиктинец из ашрама в Южной Индии, Шантиванам, который на берегу реки Кавери, но он уже, да, который, вот он в этой самой вот линии, а Ангеле Су, ну, как мне рассказывали, он уже таким сделался, ну, гурум хиппи, уже стал, а Ангеле Су, это был человек не для хиппи, это был такой человек очень подлинного духовного поиска, такой очень, очень интересный, мне, ну, допустим, он, конечно, он вот был раздираем между, или, так сказать, находился, но в состоянии, как есть такое, по-моему, когда-то я у Флоренского вычитал такое эпохе, да, такое состояние вот разодранности, такой неопределенности между двумя крайностями, между своей верностью Христу, своему призванию католического священника, монаха, и своим влечением к Адвайте, да, который вот он открыл для себя в личности индийского, можно сказать, святого, да, нашего времени, это Романа Махарши, ну, я думаю, что Романа Махарши, ну, вряд ли его стоит как-то особо представлять, потому что, наверное, о нем многие или большинство хотя бы что-то слышали и читали, а если нет, то это все легко набирается, и материалов очень много, вот это центр вот этой вот, ну, вот этой, так сказать, лаборатории духа, вот он был в Южной Индии, это Аруначала, гора Аруначала, это санскритское название, на тамильском языке, это Тируанна Малай, вот, ну, я там какое-то время, вот, что-то, недели полторы, наверное, дни десять, там провел, ну, мне очень повезло, я там встретился с русскоязычным, как бы это сказать, ну, распространителем идей Романа Махарша, такой, Олег Маркович Могилевер, мы оказались вообще практически соседями в Петербурге, буквально на соседних улицах живем, что для пятимиллионного города, в общем, так очень, так довольно удивительно, и вот мы встречаемся в Индии, говорим, что вот у нас, во-первых, общая некая прошлое по Лестехнической Академии, я тоже поучился какое-то время в Лестехнической Академии, Олег Маркович ее, по-моему, по-моему, даже закончил в свое время, ну, вот, и вот мы оказались, значит, вот соседями по, ну, буквально вот там через два квартала друг от друга жили, и вот мы встречаемся в этом в Ашраме Романа Махарше, и он как-то вот там выпросил, то есть он жил в самом, вот, для инсайдеров в самом этом вот Ашраме, и как-то вот он там договорился с руководством, и, как сказать, поселил меня вот, ну, в своей этой хижине, то есть, ну, там какая-то вот была кровать, кроватка какая-то вторая еще, то есть, так, все очень, все очень примитивно, все очень просто, подъем в четыре часа утра, да, да, ну вот, и можно было там ходить, там, медитировать где-то в каких-то в особых местах, там, на саму гору я там поднимался, пешком, ну, во всяком смысле, пешком в смысле, босиком, да, вот, для меня это была вот-вот встреча, во-первых, с Раманой, хотя мне, лично мне вот, Адвайта Веданта, она мне никогда особо не была вот близка, меня интересовал просто сам вот этот вот опыт, опыт христианина, когда он оказывается вот совершенно чуждой, вроде бы, как ему культуре, и у меня был прекрасный вот, ну, светоч перед глазами, это бендиктинский монах Ангелесо, который стал зваться с вами Бешик Тананда, но он всегда себя считал, вот он, я бенедиктинец, а перед этим у меня еще было увлечение очень большое Томасом Мертоном, это такой тропистский монах, монах-тропист, американец, да, который был, ну, тоже, можно сказать, обрел всемирную известность, там, ну, впервые, такой, как бы, бестселлер, такой духовный, его книжка, духовная автобиография, семиярусная гора, да, Seven Story Mountain, вот, и он, вот этот Томас Мертон, так сказать, он тоже очень много экспериментировал с индийской мыслью, скажем так, да, ну, да, ну, не столько с индуизмом в его народных каких-то традициях и проявлениях, а потом он все-таки больше, наверное, тяготел к буддизму, он незадолго до смерти, вот, он был на приеме у Далай-Ламы, у нынешнего Далай-Лама, то есть, вот нынешний Далай-Лама его хорошо знал, вот его тоже туда, в Индию очень сильно тянуло, у него были индийские друзья, я здесь очень такая сложная история, я просто для того, чтобы наметить, вот что я ожидал в этой вот живой Индии, да, это вот Томас по следам Мертона и по следам, по следам вот с вами Абишик Тананды, и для меня Петтина Буамер, моя духовная, моя научная руководительница, которая, ну, в тот момент она была где-то, конечно, моим духовным ментором тоже, и у нее же я написал свою первую магистрскую работу, то на факультете теологии, ну, вот она была религиовической тематике о теле и обожении в кашмирском шиваизме и, внимание, барабанная дробь в исихазме в христианском, я бы сейчас, боже упаси, я бы за такие темы бы сейчас, конечно, не взялся, но тогда по молодости как-то вот, мне казалось, что возможно что-то на эту тему толковое написать, да, но я сейчас рад, что эта работа только у меня хранится, ну, и в университете. На самом деле Фриш, значит, чех, значит, составивший санскритско-чешко-английско-русский словарь в своей санскритской христианатии, он ведь тоже был, скажем так, его редактор, они были как раз глубоко верующими католиками, которые тоже вот на пересечении, собственно, Кришны и Христа, так сказать, пытались поймать, понять, как оно все там переплетается, поэтому, в общем, есть длинная предыстория этих контактов, получается. Да, да, конечно, я, в общем, я совершенно не претендую на знание этой истории, но я немножко просто рассказываю, как это было у меня, для меня знакомство с Кришной, оно еще было из 80-х годов, когда там в Риге ко мне на улице подходили какие-то вот эти вот люди из Кришна Consciousness, сознания Кришны, и предлагали Бхагавадгиду, и кажется, я даже себе что-то такое взял, и вот впервые почитал, попытался читать Бхагавадгиду, как она есть, но, честно говоря, она, у меня тогда вот этот довольно корявый русский перевод, насколько я знаю, он перевод с английского перевода, и как-то мне это тогда не очень было близко, да, и все вот эти оляграфии такие, вот в народном индийском стиле, вот меня, для меня это как-то вот слишком было так вот слишком многоцветно, слишком непонятно, и как-то так вот стиль такой, ну, слишком сладкий какой-то, слащавый, вот это вот меня не тянуло, я полюбил все эти истории о Кришне, в том числе уже значительно позже, уже значительно более зрелым человеком, вот, а тогда меня это скорее отпугивало, тогда меня на мысль о важности индийской, может быть, санскрита в качестве такого, вот, у меня тогда была такая мысль, я сейчас, конечно, понимаю, что она такая была очень незрелая, но о том, что вот санскрит может быть некой такой лингво-франка, для того, чтобы разговаривать о, вообще, вести разговор о, ну, разного рода духовном опыте, причем разного рода, да, в том числе о христианском, ну, вот мне тогда казалось, вот, и я тогда, конечно, как и многие, наверное, нынешние молодые люди, не понимал, что вся эта вот терминология, санскритская, все эти слова, которые для меня звучали столь таинственно, красиво, маняще, завлекающе, они, конечно, имеют свое укорененное, конкретно в своем историческом контексте, контексте мыс, школу мысли, да, и просто вот я не могу взять там какое-нибудь слово, там, саття или таттва, и обозначать, одну, считать, что вот одна обозначает истина, а другая, допустим, ну, тоже что-то вроде истины, истинная сущность или реальность, и вот просто использовать это, как бы вырвав из контекста, да, ну, для этого нужно было пройти очень, должны были пройти годы, очень многие годы, чтобы я это, наконец, осознал, да, а тогда мне это просто вот все очень нравилось, я впервые окунулся тогда, при этом продолжая, да, в Вене заниматься на факультете католической теологии, и одновременно заниматься эндологией, и тибетологией, ну, вот, я, значит, защитился в Индии, где я начал очень активно, вот, по ходу делов, прямо в поезде, или где-то в общении, я начал заниматься хинди, к тому, у нас был очень такой маленький курсик, был хинди, такой не очень хороший, его вели, ну, то есть, я, на самом деле, вот просто по, у меня был учебник с собой, оксфордский, вот, я тогда вот впервые сам стал заниматься хинди, даже немножко тогда языком орие занимался, и тамильским, я тогда начал заниматься, как бы всем, но одновременно там что-то вот, тоже и с санскритом продолжал заниматься, но главным в этой вот первой индийской поездке, и вторая была через, ровно через год, в 99-м году тоже, была февраль-март 99-го года, но она тогда была не на юг, а на север, в Харидваре, в Решикеш, ну, и в Бинарес тоже, да, в Бинарес я тогда, наверное, почти месяц тогда пробовал, и потом на неделе на две я отправился, был в Решикеша и в Харидваре, в таком, в маленьком ашрамчике на берегу Ганги, там, в полном уединении, вот, и да, ну, это все, все равно, все эти поездки в Индию, они были проникнуты, ну, постоянным общением с людьми, с какими-то случайными попутчиками, разговорами, там, на хиндии или на английском, а кое-где даже и на русском, в Бинаресе мне встретились индейцы, которые знают русский язык, вот, они как-то меня выхватили, говорят, а вы не из России, я говорю, ну, да, вообще, да, вот, такая была интересная история, да, ну, и, опять же, в Чидамбарам, когда мы были, вот, с этими швейцарцами, там, с Аданандой был поход в Патхошалу, там была первая встреча с традиционной Патхошалой, то есть, в единической школе. Мы и начнем наш рассказ в следующий раз. Да, я боюсь, что это какое-то такое анавастха, ужасно, что это все длится и как-то не хочет закончиться, ну, ладно, посмотрим. С этого мы начнем с похода в Патхошалу с Аданандадасом. Да, хорошо, тогда надо, наверное, под конец, вот у меня есть вторая строфа, тоже в честь Ганеши, другим размером, да, она написана размером вангшастха. Эти полчища демонов, ночных ходок, ночных ходоков, а также группы безжалостных, опасных людей, что бродят здесь кругом, могут быть рассеяны замечательным хоботом Ганеши. О, Ганеша, защити же меня, таково мое моление, ибо я жажду твоей помощи. Ну, вот такое вот традиционное завершение, в традиционном стиле. Спасибо. До встречи. До свидания. До следующих встреч. Спасибо. До свидания.